Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Боже, какие глаза. Милая, вы ангел. Ангел, вы станете моей женой. Неожиданное предложение. Вы ведь станете, я загадал. Я подумаю. Эта девушка станет моей женой. Эта девушка не станет твоей женой. Папа, папа, ну неудобная жена, пап. Помните, вы обещали. Я Денис. Вера! Вера. 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 Вера нема. Вера. Вернее. Вера. Ангел! Иди, подставь лобок для поцелуев. Принцессы не бьют по грушам. Прекрати! Тебе вообще не идет этот игривый тон. Ну, прости меня, просто трудный день. Но я и не забыл. Скажи, ты свою первую жену любил? Чего это ты вдруг? Не помню уже. А меня ты любишь больше? Больше всех на свете. Все-таки ты сукин сын. Горозата, ты меня и любишь. Пойдем в спальню. А как же праздник? Подождет. Вот. Я тоже приготовил тебе сюрприз. Какой. Да. А может быть танцами заняться? Представляешь, я в роскошном платье танцую страстное танго, а ты в зале любуешься мной. Что думаешь? Ты не слушаешь меня? Прости, ты что-то сказала? Денис, что происходит? Ничего. Все в порядке. Я же чувствую, вот что-то не то. Вера, а вот эту фразу мужчины ненавидят. Все же в порядке. Прости, я не хотела обидеть все мужское сообщество в твоем лице, но я… Вера, ну что опять не так? Знаешь, я могу пойти на выставку, посмотреть картину великого художника, а потом прийти домой увлеченным тебе рассказывать о ней. Но это ведь не то же самое, что смотреть картину вместе. А я должен зарабатывать бабки, пока ты шляешься по этим выставкам, так? Тебе не кажется, что ты меня только что обидел? Кажется. Прости меня, пожалуйста, я не хотел. Я много работаю, Вера, и поэтому мне много платят. Вот даже сейчас я работаю. Вот это СМС, это по работе. Я должен ехать, прости. А как? Сейчас же горячее принесут. Я ненадолго. Девушка, давай знакомиться. Дурак. Едем. Дурак. Вера, а у… Мы приехали уже? Нет еще. Вот, у развилки стоим. Что произошло? Сереж, сколько мы с тобой знакомы? Ну… С детсадовского горшка. Так, давай, колись. Что случилось? У меня мужа как подменили. Мужья такая штука, их иногда как подменили. Не думала, что я когда-нибудь с этим столкнусь. Что начну подозревать своего мужа в измене. Ты нашла у него какие-то неопровержимые улики? Не знаю, чужие трусы в его сумке? Знаешь, у… У Дениса была жена. Когда у него начался роман со мной. А он тебе об этом не говорил? Нет. Он мне сказал, что женат. И что находится в процессе развода. Ну, и в чем тогда проблема? А вдруг он сейчас какой-то другой девушке говорит? Дорогая, я тебя люблю, но я женат. Я уложу эту проблему. Вот если бы встретиться с его бывшей женой, адреса нет. Приехали. Додумалась. У. 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 Девушка, стойте. Ангел, остановитесь. Хватит дурочек. Я вас догоню. Ангел. Я люблю тебя. Ты слышишь? Я люблю тебя. Ой, догоню. Аккуратно, аккуратно. Ого. ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Здравствуйте. Вы меня не знаете. Так и будем молчать? Простите, я не ошиблась? Здесь живет. Здесь живет. Зачем пришла? Наверное, вы меня не знаете. Я жена вашего мужа Дениса. Точнее, бывшего мужа. Да знаю я, кто ты. Зачем пришла, спрашиваю. Может быть, вы мне позволите войти? Сначала скажи, зачем пришла. А я уже решу, пускать тебя или нет. Мне муж изменяет. Анна Анатольевна, у вас все в порядке? Абсолютно. ПОЛИЗА Может, еще пыль смахнешь? Или полы протрешь. Швабра в чулане. Он… Он мне изменяет. Я это точно знаю. Я чувствую. Когда мы с ним познакомились, я не знала, что он женат. Бывало, все хорошо. Мы с ним смеемся, смотрим какой-то дурацкий фильм, едим мороженое, либо валяемся на пляже и… И вдруг он отключается. Как будто его нету. Как будто он не здесь. И… Я сейчас вижу то же самое. Только как будто с другой стороны. А теперь я… в роли обостылившей жены. Пошла вон! Но мне нужна ваша помощь. Вон, я сказала! Хочешь знать, почему я такая? Нет… Почти полная трофея неживоится. Хочешь знать, почему? Нет, теперь ты меня послушай. Тебе это тоже касается. После развода с моим мужем, я начала принимать сильнодействующие успокоительные. Ходила, как в тумане. А несчастный парень в продуктовом фургончике просто не успел затормозить. Ему дали два года, слава богу, условно. Вот так ты, моя дорогая. Считаешь, ты тут ни при чём? Ну, я… Но я… А знаешь, кого я увидела первым после того, как очнулась в больнице? Дениса. Угу. Твоего нынешнего. И, насколько я понимаю, твоего ненадолго. Вы не имеете права так говорить. Я в своём доме говорю, что хочу. Денис несколько дней от меня не отходил. Вспомни, что он тебе тогда наплёл. Наверняка что-нибудь про важную командировку. Так вот, командировочка была в мою палату. Но я этого ничего не знала. Теперь знаешь… Денис и сейчас… Частенько заходит. Зачем? Я у него работаю. В смысле? На дому. Его бизнес расцвёл благодаря мне. И с разводом ничего не изменилось. Он по-прежнему нуждается в моих советах. Чечётку я, конечно, вряд ли отбить смогу. Но просмотреть документы, собрать аналитику, подготовить отчёт с удовольствием. Я отличный финансовый консультант. То есть вы часто видитесь? Да. Частенько. Тогда, может быть, вы знаете… У него есть кто-нибудь? ТЕЛЬЦОК О! ТЕЛЬЦОК Кстати, Ден звонит. Да? Хочешь зайти? Конечно. Давай. Жду. Куда ты? Не хочешь с мужем встретиться? Или тебе уже пора? Зачем вот так? Я же ничего не знала. Я ничего не знала. Пошла вон! У меня все хорошо, Наташ. Денечка, а ты дома скоро будешь? Часа девяти. У меня переговоры с партнерами. Конечно, хорошо. Скажи мне, Денечка, это важно для нас обоих. У тебя есть кто-нибудь? Денечка, я влюблён. Прости. Уходи. Пожалуйста. Вера. Ну, я не могу по-другому. Пойми. Ты хорошая. Ты у меня самая лучшая. Наверное. Ариша, это я. Я еду к тебе, да, у меня там все, все, я говорил тебе, она хорошая. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok От хороших не уходят. От самых лучших не уходят. Не уходят! О, черт! Тебя подери! Вер, у тебя дверь открыта. О, черт. Ты как, чучело? Все собой любуешься? Умоляю, перестаньте задавать одни и те же вопросы, что ты что, отец? Зубы сводит от тоски. Хорошо, хорошо, я не буду задавать дурацкие вопросы. Ну и ты нас пойми, ты выглядишь как чучело. Ведешься примерно так же. Скоро совсем хом зарастешь. Не зли меня. Да я не злю тебя, просто хочу, чтобы ты в себя пришла. На вот, почитай, развлекись. Денис подписал все, что ты просила. Месячное содержание, половина его счета, квартира. Но у него есть пара вопросов, которые вы можете решить только между собой. Неужели? Да. Теперь дело только за тобой. А я, пожалуй, еще подумаю, как бы мне поступить. Ты знаешь, еще немного, и тебя будет совсем не жалко. Отлично. Может быть, тогда вы, наконец, отвалите все от меня? Ты знаешь, я думаю, можно не ждать так долго. Вера Михайловна, привет. Какими судьбами? Мне трудно с тобой сейчас говорить, и даже трудно тебя смотреть. Я так тебя ненавижу, что боюсь, если буду смотреть слишком долго, я смогу убить тебя взглядом. Прости, сейчас я говорю, а ты молчишь и слушаешь, но больше думаешь, сошла она с моей или не сошла. Очевидное, последнее. Стоп. Я подписала документы. Ты этого не стоишь, но ты пошел навстречу всем моим требованиям, поэтому я это сделала. Теперь я могу ненавидеть тебя с совершенно чистой совестью. Вера, ну так бывает. Люди могут разлюбить друг друга. Я так полагаю, люди? Здесь очевидно, это ты. Потому что только один из нас разлюбил другого, а тот, кто не разлюбил, очевидно, должен просто смириться. Но тот, кто разлюбил, не мог просто прийти и сказать, не врать, не изменять. Он не понимает, что тот, кто еще не разлюбил, он просто сейчас загибается от боли. Ты-то понимаешь, что тебя подели? Все там разберешься. Знаешь, что мне нравилось в тебе с детства? Если ты ревешь, тебе всегда можно было заткнуть рот пирожком. Ну, реально, съешь какую-нибудь гадость, и у тебя настроение всегда улучшается. Правда? Правда. Знаешь, Север, а я хочу начать жить заново. Немного комично звучит с набитым ртом, но я это поддерживаю. Хочу все старое вычеркнуть. А я хочу, чтобы ты вспомнила, какой ты была раньше. Что, молодой дурочкой? А сейчас ты что, старая дура? Негодяй. Ну вот, наконец-то, улыбнулась. Я хочу убить Дениса. Я готова. Да ты стрелять не умеешь. Не умею. Но быстро учусь. А ну-ка, стойте! Это почему за вами кто-то должен убирать? Кто здесь? Не пугайтесь. Они действительно мягкие. А почему мягкие? Здесь обито все, что только можно. У меня эпидермолиз. Синдром бабочки. Простите, я не знала. Это очень редкое генетическое заболевание. Хрупкость кожи и слизистых, и при этом... Кожа лопается при каждом прикосновении. Я знаю об этой патологии. Я в медицинском училась. Просто я о вас не знала. Простите. Да ничего. Если нужна какая-нибудь помощь, я всегда... Нет. Уже нет. Мне бы в хоспис. А я все никак решиться не могу. Мне так стыдно. Все нормально. Вы только за мусор не сердитесь. Я его выставляю для соцработника. Ко мне приходит милая такая женщина, волонтер. Но вы все время первая успеваете его перехватить. Скажите, чем я могу вам помочь? Ничего не нужно, правда. Вы просто приходите иногда поболтать. А то так страшно умирать в одиночестве. Валять сюда. Без тебя проблем хватает. Анна, выслушайте меня. Я считаю, что извиняться никогда не поздно, поэтому... Мало ли, что ты считаешь. А я считаю, что твои извинения не вернут мне ноги. Спасибо, Наташа. Я знаю, что не вернут, но вы... Хватит мне выкать. Ох уж мне эти церемонии. Хорошо буду тыкать, но сути это действительно не меняет. Я не просто хочу попросить прощения. Я хочу исправить свою ошибку. Слушай, а в чем твоя ошибка, а? Ты ведь не знала, что Денис, твой прекрасный избранник, женат, правда? Да, я об этом узнала только после того, как он сделал мне предложение. Но ведь уже в эти первые дни, в эти первые волнующие недели, ты видела, что с ним что-то не так. Будто он себе не принадлежит. Ну, хоть чуть-чуть, хоть самую малость. Да, видела. К себе не приглашает. Снимает номера в гостинице. Старается выкроить несколько дней для дальних познавательных поездок. Вы с ним, наверное, все золотое кольцо объездили, так? Да. И ты могла задать нашему прекрасному мужу один простой вопрос. Как ты думаешь, какой? Ну же, мне говорили, ты умница. Так какой вопрос, Верочка? У тебя есть кто-нибудь? Нет, не то. Какой вопрос? Ты женат? Опять не то. Ну, какой вопрос? Все, вали отсюда. Сейчас наш бывший муж придет работать. Вера, Вера, ты что здесь делаешь? Подожди. Я просто хочу поговорить. Вера, мы же цивилизованные люди. Вера. А ты что? Уйди, ради бога. С ума сошла? Вера! Вера! Сядь, не маячь. Ты пятый угол ищешь, потому что на этот раз не ты сам ушел, а тебя выставили. Молодец, девчонка, не стала ждать развязки. Ну ты придурок. Аня, перестань. Нет, а что тебе в ней не хватало, а? Нет, ну вот если отрешиться от наших с ней коренных разногласий в твоем лице. Чудесная девчонка. Да, так есть. Ну и что ж тебя дальше-то понесло? Как козла по кочкам. Все при ней. Красивая, умная. Ну, избалованная, может быть, немного, но... Слушай, а чего тебе вообще во всех нас не хватало, а? Я тебя очень прошу, Аня, не начинай, не начинай. Нет, ну, правда, Денис, ты знаешь, я как-то, знаешь, не думала об этом раньше, а сейчас навеяла. Я тоже была и красивая, и умная, и хорошая вроде. Я так устроен. Тоже мне атомный реактор. А ты никогда не хотел ко мне вернуться? Хотел. Почему не вернулся? У меня уже была вера. Логично. Правда, я очень хотел. Я часто вспомнил нашу с тобой веселую, шальную жизнь, и... Я уже любил Веру. Она совсем другая, понимаешь? Это уже лишние подробности. Ты меня сама спросила. Никогда не обсуждая, не сравнивая одну женщину в присутствии другой. Не надо. От того, что я имею в виду затылок, я быстрее не прочту. Хороший тренажер. Неплохо бы увидеть пациента. Пациент – женщина, примерно 33-х лет, умная, красивая. Это имеется отношение к позвоночнику? Нет, прости. Она попала под машину четыре с половиной года назад. Сколько? Пять лет. Это невозможно, Вера. Но, пап... Понятно. Я все равно рад. Ты хоть о ком-то стала думать, кроме себя. Это хорошо. Пап, я совершенно случайно заметила, что у нее чувствительность в ступнях не до конца потеряна. Поэтому, если заниматься... Заниматься всегда хорошо. Но нужно обследование. Татьяна Ивановна, познакомьтесь. Моя дочь – Вера. Очень приятно. Здравствуйте, Вера. Кстати, Татьяна Ивановна владеет секретной методикой массажа. Так что ты можешь привозить подругу. Мы, может, и поможем. Михаил Александрович шутит. У меня нет никаких секретов. Как? Вы же все разболтали конкурентом? Вы знаете, подругу ее привезти, скорее всего, не смогу. А вот я бы у вас поучилась. Если позволите. Конечно. В любое время, когда и я не занята. Переходите. Верни это все в магазин. Ясно? Ну, я... Я сказала, сдай обратно. А вы поставьте, молодой человек, эту фигню. Чего ей держать-то? Да чего уж, подержу. А то вдруг действительно обрат нести. Ну, чтоб лишний раз не нагибаться. Ставьте, ставьте. Насмешили. Я вам даже чаю налью. О-о-о. Вот что, Вера. Давай расставимся точки над «и». Ты почему-то решила, что можешь войти в мою жизнь. А я тебя не приглашала. Мы познакомились. И точка. Мы с тобой никогда не будем подругами. И в твоей помощи я не нуждаюсь. И если ты думаешь, что это первый тренажер в моей жизни, который ничего в ней не изменил, ты ошибаешься. Вся темная комната в тренажерах. Не, ну... Ну, там места для одного тренажера еще точно хватит. Поэтому извините, сегодня ничего никуда не понесу. Устал. К тому же у вас лифта нет. Не знаю, кто вы, но вы мне нравитесь. Вам чаю я точно налью. Сергей. А, горшочный друг. Я вас слышала. Мне Денис, мой бывший муж, рассказывал, что у его нынешней жены есть замечательный друг детства. Горшочный друг. Горшочный друг, да. Это сколько что я обо мне нарассказывал, что твой Денис своей бывшей рассказывал. Да, весело живем. Не вижу ничего смешного. Ой, а у твоего мужа, оказывается, страшно красивая бывшая жена. Если ты не заметил, это страшно красивая инвалид. Ой, на лице-то это никак не отразилось. А руки-то какие? Вот как всплеснет, так хоть рояль подставляй. Глупости не говори, рояль подставляй. Слушай, а как она вниз спускается? Без лифта, а? Четвертый этаж Сталинки, это тебе не шутки. Да не знаю, как она спускается. Не спускается, наверное. Никогда. Вер! Вер, ты куда? Я знаю, правильно. Что? Правильный вопрос. Ты спрашивала, какой вопрос я должна была задать Денису, когда мы начали встречаться. Я знаю, какой. Будет ли кто-нибудь страдать, если мы будем вместе. Так, ну, вроде бы все правильно. Так, это у нас сюда. Лишние детали зададим обратно. Лишнее. Так, ну, вроде все правильно. О, привет, Денис. Проходи. Я, кажется, не вовремя. Ну, гадина. Мерзкая предательница. Стоп, стоп, не гожа. Барышня не так выражается. Но она ведь специально подстроила так, чтобы мы с ним столкнулись. Ну, согласен, неудачная шутка. Ну, если ты действительно хочешь девушке помочь, ты должна привыкнуть, что Денис там время от времени не будет тебя не бросать. Что, или я, или он? Ты чего, родной? Вопрос так не стоит. И ты повзрослей. Ты хочешь формально свою вину искупить? Или действительно человеку помочь? Да не знаю. Я уже ничего не хочу. Да, ненадолго ж тебя хватило. Ты что, подошла к водичке, пальчиком потрогала? Фу, холодно, так что ли? Нагрузка должна быть постепенной. Я с первого раза поняла. А ты мне уже раз пятнадцать повторила. Удобно? Ничего нигде не мешает? Нет, только ты. Слушай, мы же договорились. Мы с тобой ни о чем не договаривались. Разве только о том, что я тебя не отравлю. Между прочим, это я должна злиться. Да неужели? Почему же это? Ты не предупредила о том, что Денис явится. Ах, простите. То есть, ты увела у меня мужа, а я должна предупреждать, когда он явится ко мне по работе? Черт! Что, хочешь меня убить? Ничего, зато теперь понимаю, что чувствую я. Ну, ты же согласилась на наше занятие? Нет, это ты напросилась. И не надо теперь выторговывать особые условия. Дай руку. Что, решила мне погадать? Я часто тебя представляла, какая это женщина, которую полюбил мой муж, ради которой бросил меня. Представляла твое тело, грудь, шею. Думала, чего же мне такого особенного, чего нет во мне. Руки у меня красивее. Однозначно. Это такое странное чувство, Зин. Я гляжу на эту женщину и понимаю, что она в сто раз меня сильнее. Она справилась, когда он от нее ушел, а я как манная каша стала. Но справились же. Но не совсем. И потом, это ее травма. Она снова справилась. Я бы на себя руки наложила. И сейчас она против меня имеет сто очков вперед. Она сохранила с ним дружеские отношения. Я ему привет сказать не могу. И это очень странное чувство. Напрасно вы себя с ней сравниваете. Я знаю, но это неизбежно. И она тоже сравнивает. Да, странная привязанность у вас, у обеих к нему. А через него, друг к другу. А зачем вам это? Ну, кроме чувства вины, которое вы пытаетесь утихомирить. Я не знаю. Наверное, я хочу быть нужной кому-нибудь. Но вы ведь понимаете, что время от времени вы будете сталкиваться там со своим бывшим мужем. Или вы для этого все и затеяли? А вдруг он вернется, Ирина? Я помогу Анне, сделаю доброе дело, и он вернется. Зиночка, чем вам помочь? Нет, ничего, 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 ничего. Все нормально. Надо просто отдохнуть немного. Вера, знаете что? Вы возьмите ключи в тумбочке там, в прихожей, на всякий случай. И приходите в любое время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаешь, у него ведь не было друзей. Разве не было? Да, вроде не было. Ну, а если только пара-тройка? Двое с детства, один армейский друг. А так все остальные мои. Вон, Сережка, например. Вообще-то, кажется, ты права. У Дэна только бизнес-партнеры. Интересно, почему? Не знаю. Никогда об этом не думала. Ну, ты права. А знаешь, я была его друг. До тебя. Пока ты тут не появилась. Он мне больше не доверяет. Дурак, значит. Кому еще доверять, как не тебе? Не доверяет он. У него что, монополия на тебя? Перетопчется как-нибудь со своей дружбой. А ты начинаешь мне нравиться. Открой, это не он. Привет. Чего лежим? Загораем. Ой, черт. Забыла. А вы это о чем? А у нас грандиозные планы. Да? Знаешь, сколько я не была на улице? Сколько? Год. Целый год. Ничего себе. Брат приезжал, вывозил меня за город. А где он сейчас, брат? Работает. Ясно. Слушай, а почитай мне стихи, что ли? Ну... Ну... Слушай, а почитай мне стихи, что ли? Далеко собралась? Тюмень? Верочка, ангел мой, открой. Верочка. Существа Здрасте. Иди ко мне. Вот так. Поднимайтесь, я вас догоню. Все, поехали. Все в порядке? Да. Алло. Алло, алло. Говорите, пожалуйста. Милый, тебе здесь какая-то Вера звонит? Черт. Все нормально? Да, все хорошо. А почему пятнами пошла? На погоду реагирую. Пап, я привезла под… Спокойно. Извините, Вера. Ну, я надеюсь, допроса не будет? Будет. Объясниться стоит. Давно это у вас? Неважно. У нас с Таней совсем все не так, как ты думаешь. А как? Как у вас с Таней? Мы с Таней любим друг друга. А как же мама, пап? не будет никакой операции. Да почему? Ты ходить не хочешь? Вер, не напирай. Пусть привыкнет. Не буду я ни к чему привыкать. Аня! Что происходит? Женька. Это мой брат. Вы не понимаете. Нет, это вы не понимаете. Я обязан возразить. Послушайте, легко возражать, если вообще ни за что не отвечаешь. Кто вам сказал, что я ни за что не отвечаю? Я брат. Так, я вижу, все уже познакомились. Женя, Вера, Вера, Женя. Можно ставить чайник? Да, чайник – это хорошо. Чайник – это русская трубка мира. А все-таки позвольте узнать, если вы брат, где вы находились все это время? Простите? Может, вы заткнетесь оба? Вы оставили сестру в таком состоянии, фактически бросили ее. Вы считаете, это нормально? Вообще-то, я работал. Где? За каким таким длинным рублем можно погнаться, чтобы оставить своего родного человека в инвалидном кресле? То есть, вам нечего возразить? Аня вас не упрекнет, никогда слова не скажет. Я знаю, какие тяжело. Ну, еще Сережа. Я прошу прощения, давайте… Вы прощения не у меня просите, у нее. Мать, притормози, а? Да почему? Давайте все расставим по своим местам, пока я не сошел с ума. Потому что явно кто-то из нас ошибся дверью. Я брат этой девушки. Это наша квартира. Я работаю и часто уезжаю из страны. Я обеспечиваю комфорт и безопасность своей сестре. Настолько, насколько я могу это делать. И насколько она позволяет мне это делать. Этой информации вам достаточно? Аня, объясни мне, пожалуйста, кто это? Это жена Дениса. Уже бывшая. Ну что, успокоилась? И какая у него такая работа, что можно инвалидов так надолго оставлять? Он дипломат. И что? Ну и то. Ой, черт. Сережа, помоги стол переставить. Я пошел. Так. Ну что, прием? Осторожнее нельзя. Есть господин Ротвестон. На меня, на меня чуть-чуть. Так. Вот сюда. Так. Отлично. Что еще сделать? Ой, ну давай. Давай-то. Мне бы тряпку стол протереть. А вы, значит, и есть жена Дениса? Бывшая. Только не надо мне говорить, что я виновата. Стоп-стоп-стоп. Если бы дипломаты вели переговоры с таким полемическим задором, то одна часть человечества давно бы перестреляла другую. Да. Уверяю вас. Возьмите чайник из ушки. В общем, как-то так неловко получилось, но ничего. Самое главное – закончить дело с Анной. Вы так говорите, как будто это какая-то военная миссия. Операция Анна. Ну, в некотором роде, да. Только теперь придется убеждать обоих – брата и сестру. А брат-то ничего? Заносчиво избалованный светских лыщ. Дипломат. Смешная вы. Хорошая. Хорошая. Только муж от меня ушел. Совсем ушел? Полюбил другую. Но, если честно, мне кажется, что любить он не умеет. Да бросьте вы. Как умеет, так и любит. Это может вам не нравиться, может выглядеть не так, как вам бы хотелось. Но… Как умеет. Вера, повозьмите у меня что-нибудь на память. В следующий раз. В следующий раз. Следующего раза может не быть. Будет. Обязательно будет. А ты с возрастом становишься все больше похожим на маму. Ты больше. Я очень скучаю по ней. А что сказала та девушка по поводу операции? Какая девушка? Ну, что ты придуриваешься? Это ты придуриваешься. У тебя с детства так, тебе когда какая-нибудь девочка нравилась, ты так отстраненно спрашивал, а кто это там с тобой был? Ну, такая, в белом свитере. Ань, если операция даст хоть какую-то возможность… Вот она придет, у нее и спроси. Она меня каждый день на том монстре мучает. Ну, тебе же помогает. Чувствую себя лучше. Вот видишь. Ну, на операцию не пойду. Правда, я и так не хожу. Ну, и что ты тогда теряешь? Я ей ключи дала. Ты сама сошла? А если бы я в трусах был? Привет. А, о, дипломат. Здравствуйте. Здрасте. Ну, что вы стоите? Помогайте. Устала? Немного. А усталость – это очень хорошо, кстати. Признак того, что мышцы не полностью атрофированы. Как мы это можем еще понять? Только через усталость. Угу. Все, барышня, мне нужно идти. Да никуда тебе не нужно. Тебе просто с девочками скучно. Слушайте, а может, вы вместе куда-нибудь сходите, а? Ну, я думаю, Вере не очень этого хочется. Жень, вы бы пристегнулись? Куда поедем? Вы знаете, Вера, мне кажется, у нас с вами совместных походов не получится. Да, Господи, я и не… До поворота меня довезите, я там выйду, чтобы Аня в окно не видела, хорошо? Я что-то сказала не то или сделала? Нет, нет. Просто мне нужно на кладбище к родителям съездить. И я не хотел лишнего Саню расстраивать. Пусть она думает, что мы с вами весело время проводим. Правда, не обижайтесь. Ну, во-первых, пристегнитесь. А во-вторых, отвезу я вас на кладбище. Побудете там столько, сколько вам необходимо. Ну… А я подожду вас в кафе. Вы уверены? Ну… А потом посмотрим. Здесь неточные данные. Я с утра просматривала показатели, если тенденция останется такой же… Ну что, теперь ты довольна? Спятил. Ты знаешь, по-моему, тебе всегда не хватало здоровой сумасшедшеньки. И лицо у тебя довольное. И голос уверенный. Да иди ты к черту, чем я должна быть довольна? Ты, конечно, хочешь держать все ниточки в своих руках. Вера моя. Была. Как и я. Звучит безумно, иногда мне кажется, что ты специально с ней сблизилась. Да я ее на порог пускать не хотела. И не пускала бы. Ну, ты и дурак. Так… Объясни мне. А меня ты так же ревновал ко всему новому, что входила в мою жизнь без тебя? Не помню. Наверное. А хочешь, скажу тебе, когда это закончилось? Когда я приросла к этому креслу. И тогда ты понял, что больше никогда меня не потеряешь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо вам, Вера. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА За что? За Аню. Жень, если вы действительно хотите помочь, уговорите Аню на операцию. А шансы? А шансы есть. Ее мозг, позвоночник, тело, все реагируют на упражнения. Но этого мало. Ну, хорошо. Я поговорю с ним. Давай на «ты». Вроде уже не чужие люди. Ты с моей женой. Во-первых, добрый вечер. Ты умом тронулся? Какая тебе жена? С ним все в порядке? Ну, вот ты тоже хорош. Видишь же, человек не в себе. Да, это же я уже понял. Хотела спросить у тебя о твоей интересной работе. Дорогой Женя, какой дорогой? Уважаемый Евгений. Господи, что я несу? Жень, привет. Это Вера. Слушай, может быть, сходим куда-нибудь? Кофе выпьем? Да. Хорошо. Пока. Женя, ты меня прости, я пока неважный собеседник. Я рассчитываю познакомиться с твоей лучшей стороной. Придется подождать. Придется подождать. Подождем. А знаешь, в чем заключается работа дипломатов? Весьма поверхностно. Ты предлагаешь, тебе говорят, хорошо. Ждите, мы тут обсудим, вам сообщим. Они обсуждают, мы ждем. Через пару месяцев они звонят и говорят, мы тут обсудили, у нас есть встречные предложения. Мы говорим, хорошо, высылайте ваше предложение, мы обсудим, сообщим. Они ждут, мы изучаем. Потом все снова сходятся, обсуждают то, что изучали, обсуждают. Ничего смешного, между прочим, это важная государственная служба. Господи, я испугалась. Откуда ключи? Я дубликат сделал. Я очень скучал. Очень. Ты негодяй. Господи, как я соскучилась. Что же мы натворили, а? А по-моему, все хорошо. Сейчас выпьем кофе, повторим. Знаешь, Анюта меня научила одному вопросу. Будет ли кто-нибудь страдать от того, что мы вместе? А вот ты тоже лишняя. Давай, как птичка. Я не буду, я ночью потом не усну. И не надо. Я все равно не дам тебе уснуть. А что дальше? Вера, я женюсь. Хорошо. Это не мое решение. Будь моей волей, я бы этого не делал. Просто я должен уважать желание девушке, которая доверилась мне. Пойми, она юная, неопытная. Если я сейчас ее обману… Конечно. Вера, Вера, но я буду… А ты уходишь. Вера, но это детский сад. Мы взрослые люди. Я никуда не пойду. Все, кроме твоей барышни, которая настолько юная и чиста, что ее нельзя обижать. Уходи. Я не пойду. Я никуда не пойду. Я сейчас закричу, и соседи вызовут полицию. Мне все равно. Поговори со мной. Не отворачивайся, я же тебе честно все рассказала. Знаешь, вот что я имею тебе сообщить, дорогая. Женька не просто мой брат. Он единственный близкий мне человек. А ты? Ты просто случайный прохожий. Так на чье я, по-твоему, должна быть в стране? Мы с Женей не вместе. Я ему ничего не обещала. А Денис мой муж. Бывший муж. А ты не допускаешь, что он мог измениться? Судя по всему, не изменился. А что за кривая усмешка? Не важно. Начала, говори. Он и ко мне приходил. После развода. Да, а ты говорила по работе. Да не по работе, тупица ты, не по работе. Затем же приходил, зачем и к тебе. И он будет к тебе ходить. И тебе будет казаться, что он возвращается. А потом тебе будет очень больно. А потом он женится на этой новой девочке. И тебе будет невыносимо больно. Но ты это примешь, потому что ты его любишь. А потом останется пустота. Вы спали. Пока я не стала калекой. Черт, прости, я не должна была тебе этого говорить. Он чудовищный эгоист, Вера. И талантливый манипулятор. То есть я тебе сейчас должна пожалеть, да? Посочувствовать. Да, почему нет? Потому что он изменял мне с тобой. А мне с тобой. Так что мы квиты. Ладно, все. Давай пить чай или заниматься. Ты знаешь, а чего-то не хочется. Вера, погоди, не уходи. Так я, конечно, виновата. Но ты тоже. Сколько я буду просить прощения? Сколько я буду искупать свою вину, Ань? Сколько? Вера. Это вам Зина просила передать. Возьмите. Добрый день. Для меня есть что-нибудь? Да. Жень. А, Вера, привет. Я хотела... Слушай, извини, меня работа ждет. Здравствуйте. Позвольте? Благодарю. Вера, ты без машины? Давай я тебя подвезу. Я вообще-то с тобой разговариваю. Вера! Что для вас? А, я не знаю, сейчас определюсь. Ты у меня профан по вопросу ухода от слежки. Будьте добры, Сушки, дайте, пожалуйста, две. Нельзя отталкивать человека, который пришел к тебе с миром. А еще сухари. Угу. Мы взрослые люди. Давай поговорим. И зефир, будьте добры. Когда я могу к тебе прийти? И пастилы. Угу. Я пальцем тебе не трону. И у вас там еще рахат-лукум есть? А вот рахат-лукум я люблю. А меня не волнует, что ты любишь. Разве? С вас тысяча триста пятьдесят семь рублей. Спасибо. Приходите еще. Вера. Ты что, кондитерскую ограбила? Ань, я ходила к Женьке на работу, хотела ему все объяснить, а он даже слу... Даже слушать меня не стал. Ну и что теперь со всем этим делать? Выбрасывать? Да ничего. Пять минут не валялось. Сидим. Знаешь, Ань, я шла от Жени и встретила Дениса. Судьба. Уже не моя. Так странно, знаешь, я столько раз хотела встретить Дениса на улице, вот думала, увижу его с тобой. И что? Не знаю. Постою рядом. Пусть посмотрит, сравнит воочию. Он не может не убедить, какая я красивая, умная. Но не встретила. Вот видишь, ты хотела встретить и не встретила. А я натыкаюсь на него на каждом шагу. Я же говорю, судьба. Ты ходячая иллюстрация сложностей. А Женька, он ищет... Чего он ищет? Просто каждый должен понимать, что за все в жизни придется платить. Знаешь, а у нас Женька еще ничего не было, а все же могло быть. Я это чувствовала. А пришел Денис и все разрушил. У него какой-то дар разрушать все, чего он касается. Ну, все будет хорошо. Не знаю как, но все образуется. Тяжесть уйдет. Останется надежда. Теплая. Цвета песка на море. Теплая. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Это хорошо, это прекрасно Интересный поворот, но я прошу тебя уйти Я не уйду Ты, между прочим, работаешь на меня Дэн, держи себя в руках Тебе же самому потом тыдно будет за свои слова Ему не будет А если и будет, то быстро пройдет, как у ребенка Вера, я его не звала Я знаю И это очень хорошо, что мы здесь все собрались Я так устала доказывать тебе, что хочу помочь Спасаться от тебя и продолжать любить И как-то пытаться жить дальше и еще кому-то доверять Вера Я не чудовище Меня страшно влечет к тебе Называет, как хочешь, любовь, привычка Но я не могу без тебя жить, понимаешь? Да? Правда, Денис? И поэтому ты пришел сюда и говоришь мне о своей любви при этой женщине Ты действительно не чудовище И что же нам дальше делать? Ничего, Ань Сделаем вид, что его нет Призрак Наступит утро, и призрак исчезнет Не страшно? Я больше не боюсь Что вы здесь делаете? Это моя группа поддержки Цветы тебе Если ты не хочешь, чтобы я запела Ты должен поговорить со мной А поет она отвратительно хуже, чем я играю А если не возьмешь цветы Я начну их есть И тогда все подумают, что ты связался с сумасшедшими Так оно и есть Пока об этом знаешь только ты Я начну жевать букет Тогда узнают все Ты должен со мной встретиться Точнее, нет, не должен, но встретиться со мной Пожалуйста А если я не соглашусь? Букет этого у тебя уже нет А ты забыл, я начну петь Да, пап? Папуль, я еду Папуль, я еду Пап... 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 Вера, выйдем? Вера Зачем? Это она с собой сделала Послушай, дочь Я давно просил маму о разводе. Не было тогда никакой Татьяны. Мама сказала, что у нас семья, ребенок. Потом у мамы роман начался. Но мама сказала, что мы прежде всего партнеры, друзья. Папка. Папочка. Ах, как же мне жалко тебя. Жень! Женя! Женя! Жень! Где он? Я не знаю. Забежал, переоделся. Может, у девушки какой-нибудь? У какой девушки? У какой девушки нет никакой девушки? Если бы была, я бы почувствовала это. Так, а теперь выдохнули, успокоились. Может быть, даже поплакали, я не знаю. Но выдохнули уж точно. А тебя искрами шарахает. Ань, пожалуйста, ты ему скажи, пожалуйста, что я не виновата. Я собиралась к нему. Просто у меня мать чуть не порезала себя. Я должна была быть с отцом. Анют, ты ему объясни. Мне папа позвонил, мне вообще все из головы вылетело. Анька! Анют, пожалуйста. Анют, пожалуйста. Черт! Одну секундочку. Возьми. Да. Ага, понял. Стой. Прямо налево, еще раз налево. Ага. Слушай, мне надо кое-что сказать. Нет-нет, ничего страшного. Просто мне надо будет уехать. Я хотел спросить вы Аня. Аню. С Аней. Аня. У тебя несколько падежей еще осталось. Вы с Сережей сможете присмотреть за Аней? Ну, конечно. Спасибо. Мам, играть в полуправдовый домик, где чуть беды не случилось, ну, не хочется. Ты не понимаешь. Я просто… Ну, что просто? Вера, чемодан, который он собрал в тот день, до сих пор стоит в прихожей. Мне очень… Верочка, мне страшно. Мамоль, ну, не надо бояться. Знаешь, знаешь, попробуй начать жить сначала. Вспомни себя настоящую. Я люблю тебя. Ты отпусти, папа. Отпусти я. Я люблю тебя. Спасибо. Анюта, ты меня слышишь? Пить. Что? Очень… пить хочется. Пить? Да, сейчас. Пить. Воды! Кто-нибудь! Принесите воды! Она очнулась! Воды! Отойдите! 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 Слышите меня? Да. Видите? Да. Предупреждаю. Кошмар для вас только начался. Первое, что вы почувствуете, будет боль. Не пугайтесь. Боль может быть адской. Это понятно? Щекотно. Что-что? Щекотно. Дядя Миш, я ничего не делал. Запишите. Через десять часов после операции вернулась чувствительность нижних конечностей. Чекотно. 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 Эти постритор keto摆. емонфод и начался быстр TV Домб Чекотно. Чекотно. Субтитры создавал DimaTorzok Вот как мы коротаем одинокие вечера. О, как страшно! Уже не знаю, как тебя еще напугать, чтобы ты больше не приходил. А ты только скажи, я больше не приду. Мне кажется, я это сделала. Внятно и однозначно. Разве нет? Ты только не держи меня за полного дурачка. Почему за дурачка? Мне кажется, ты умен. Как и любой хороший манипулятор. Тебе это раньше нравилось во мне? Да. Я тебя даже любила. Только я не была с тобой знакома. Как, впрочем, и с собой. Я была с собой. Ты сейчас встанешь и уйдешь отсюда навсегда. Женишься на своей новой барышне и больше никогда не появишься в моей жизни. Но сначала я хочу услышать ответ на один вопрос. Что во мне было не так, Денис? Да все так. Вера, я тебе сейчас скажу то, что я никому никогда не говорил. Я приговорен к себе. Приговорен к своим страхам, к своим слабостям, к своим поступкам. Как любой мужчина, понимаешь? Возможно, поэтому я после развода с Аней, с тобой, мне вдруг стало легче. У меня пропало желание что-то доказывать. Постоянно. Но мы тебя любили любым. Ни один мужчина не готовы это поверить. Этого мало. Нам кажется, что нужно постоянно доказывать свою состоятельность во всем. Каждую секунду, каждый день, каждый раз. Понимаешь? Мне тебя жаль. Искренне. Ты меня больше не увидишь. Вот ключи. Я прогнала призрак. Свежие? Да. Все нормально. Я говорю, все нормально. Аня! Серёжа, что случилось? Где, где моя сестра? У меня. Все хорошо, ты приезжай. Ага. Поставь еще одну чашку. Да вы не переживайте, он еще не скоро приедет. Аня! Аня! Так у нас же кружки есть. Чашку с блюдцем. Они у тебя там? Ага. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok